всем привет привет сегодня у нас пятая лекция она называется рекуррентные нейронные сети о чем мы говорили прошлый раз с вами мы с вами говорили про картинки про то что картинки состоят из чисел про то что какие мы можем делать всякие операции с картинками как их преобразовывать и переходили к нейросетям как эти нейросети работают какие основные идеи там используются ну и смотрели интерпретацию вот этих вот сверточных слоев что они собой представляют эти фильтры сегодня мы будем говорить про рекуррентные нейронные сети вообще у нас начинается с этой лекции такой блок лекций которые в основном посвящены текстам и были возникли процессе работы с текстом ближайшие три лекции у нас будут ну а в дальнейшем эти подходы использовались уже и на других модальностях и других задач и так начнем начнем мы с нашего типа данных да то есть для этого мы говорили что у нас есть картинки какие-то таблички с цифрами теперь у нас есть последовательность ну соответственно что отличает последовательность от других типов данных это вот эта связанность с шагом по времени каким-то определенным то есть у нас есть вот простая последовательность чисел 1 3 5 7 а следующая будет какое 9 да вот они у нас связаны каким-то временным промежутком есть какая-то логика которой они следуют последовательности бывают совершенно разные вот допустим у нас есть цена на акцию есть какие-то временные промежутки есть фиксированное значение в этом промежутке и соответственно через каждый какой-то временной шаг у нас есть наше значение последовательности у нас могут быть как аудио файлы звуки голосовое сообщение здесь как пример представленных последовательности могут быть музыкой нотами ну и самая такая распространенная последовательность плане количество данных это текст здесь у нас пример как стихотворение то есть какой-то текст каждое слово имеет свое место и возникает грубо говоря со временем до по мере чтения но строго говоря мы можем последовательности представить представить все что угодно вот допустим у нас есть картинка мы тоже можем сказать что это наша какая-то последовательность просто ее по сути выпрямив и у нас будет будем говорить что каждый пиксель это у нас каждый временной шаг вот и при желании в принципе можно и другие модальности данных рассмотреть и тоже представить какие некие последовательность в некоторых задачах мы можем с вами понять что учитывать время это важно не то что допустим мы изучаем с вами какое-то явление и там произошло 100 событий одного типа 200 событий другого типа мы хотели бы еще дополнительно использовать информацию о том в каких временных промежутках они происходили то что этот процесс же все равно происходил во времени вот поэтому это дополнительная информация которую стоит обрабатывать и использовать для решения задач мы на прошлом на прошлой лекции с вами говорили про свертки говорили что свертки могут быть в принципе применяться и к такому одномерному типу данных то есть по сути та же последовательность у нас есть какой-то сигнал наше ядро свертки мы в результате проходимся нашим ядром свертки по этому сигналу и получаем его представление в другом виде которое можем дальнейшем используя для решения задачи но если мы говорим про какие-то фиксированные длинные это упрощает задачу в принципе свертки тоже можно использовать для обработки последовательности вот но это не всегда так иногда эта длина может быть не фиксирована и не мы не знаем заранее какая она может быть да то есть пример очень хороший текст вы возьмите одно предложение она будет одной длины другое предложение но будет другой длины и так далее вот и мы хотели бы всегда учитывать вот этот исторический контекст предложение мы бы хотели знать не только ту информацию которая у нас есть сейчас на нынешнем шаге а знать ту информацию еще которая была до этого ну допустим если бы у нас был этот график акции мы бы хотели знать не только вот эти значения чтобы делать здесь предсказания но еще учитывать и вот эти значения то что было до рассмотрим пример такая короткая фраза из нашего стихотворения но соответственно мы хотим определять где форточка да у нас есть какие-то входные данные мы хотим какой-то ответ получать мы берем наше первое слово и подаем его естественно во что ну желтый квадратик ну наш нейрон да в принципе то что мы уже разбирали у нас есть всегда входные данные потом наша модель вот и будет какое-то предсказание получаем на выходе какое-то предсказание данном случае для нас она называется так hidden state или такое скрытое латентное представление вектор такой h0 ну x0 потому что у нас первое слово h0 соответственно потому что на второе и в принципе вот это вот такая схема мы уже с вами условно и видели это простая нейросеть да какой-то вход модель в их чем же рекуррентные сети отличаются тем что мы дальше берем нашу последовательность берем второе слово и подаем опять же ну грубо говоря но почти в такой же нейрон вот и вот эту память о прошлом используя вот этот вот выход после первого слова мы тоже передаем следующий нейрон и он уже опять нам генерирует новое состояние h1 которая содержит о себе информацию и об x0 и об x1 то есть соответственно это похоже на некую такую память ну и дальше мы так делаем со всеми со всеми нашими словами вот это вот и представляет собой рекуррентную нейронной силе изображается она еще вот так вот рекуррентное от слова этот рекуррентис возвращать то есть мы вот это вот состояние на каждом шаге t возвращаем опять свой нейрон тем самым мы могли бы обрабатывать любой длины последовательности ну и соответственно получаем результат здесь ответ в башке причем заметьте что у нас эти состояния никуда не делись да то есть мы их делаем на каждом шаге и можем дополнительно расширять спектр задач которые будем решать и способов их решения то есть в данном случае у нас есть наши последовательности от x0 до x3 и у нас есть один результат на выходе такой подход называется many to one то есть когда у нас есть много на вход один на выход здесь задача может быть условно семантической классификации мы можем предсказывать допустим у нас есть отзыв это какая-то последовательность текст и мы хотим на выходе иметь какому классу это относится это положительный отзыв это нейтральный отзыв или это отрицательный негатив можем оценивать другие эмоции по каким-то последовательности не обязательно это текст можем также но принципе можем придумать все что угодно то есть мы с вами говорили последовательности могут быть совсем разные можем придумать какую-то последовательность который будем подавать на вход и соответственно какое-то число условное на выход или век вот могут может быть подход many to many то есть когда у нас много на входе и много на выходе интуитивное понятное самое это некий машинный перевод когда у нас есть предложение на входе на одном языке и мы получаем предложение на входе на другом языке соответственно это это последовательность плюс они могут быть как вы интуитивно тоже понимаете разные длины ну как вот здесь например пример следующая задача у нас может быть наоборот one to many здесь такая задача может быть как по символьной генерации текста или по символьной генерации чего-либо когда у нас на вход допустим поступает какой-то символ а мы из него генерируем слова вот и мы делаем это посимвольно то есть мы из одного символа по сути из одной буквы начинаем генерировать дальше букву за букву и букву за букву также может быть генерация музыки мы подаем что-то на вход и получаем на выходе какую-то последовательность допустим и подаем условно класс жанра который мы хотим получить на выходе а на выходе получаем какую-то последовательность таких нот, которые отражают этот жанр. Музыки у нас нет, поэтому вот вам звуки нейромузыки здесь звучат. В принципе, это основная идея рекуррентных нейронных сетей, что у нас есть некое скрытое состояние, такая некая память, которую мы используем в дальнейшем при обработке последовательности. Есть ли какие-то вопросы? Я с такой надеждой спрашиваю, потому что понимаю, тема довольно сложная, вот эта у нас будет. Интуитивно ее довольно сложно понять. Вот следующие темы, которые на самом деле еще более сложные, интуитивно нам их будет гораздо проще понять, но это необходимый шаг, который нам сегодня надо преодолеть, чтобы понять следующие две лекции. Так, ну и вопросов нет, соответственно, да? Хорошо. Давайте двигаться дальше. Может, на примерах будет более понятно. Ну, в дальнейшем есть различные класс задач, которые решаются. Вот, допустим, many-to-many, то есть это у нас речь в... Ой, текст у нас в речь превращается. То есть у нас есть какой-то текст, мы можем превратить его в речь. Сейчас уже довольно классно развиваются эти технологии. Есть и в Телеграме боты, где ты пишешь там текстом и получаешь определенного голоса, даже хорошую озвучку. Вот, может быть, соответственно, обратная задача, это когда у нас речь превращается в текст. Ну, мы эти демки здесь не будем тестировать, потому что надо слушать. Вот. Но вы можете сами посмотреть, как это работает. Можем предсказывать цену на акции, то есть у нас есть какой-то временной ряд последовательностей. Мы предсказываем число за какой-то период этой последовательности. Здесь у нас генерация музыки. Мы задаем начальные какие-то клавиши, нажимаем, и она постепенно начинает из этого продолжать генерировать музыку. Можно даже такой забавный пример с рисованием, когда вы начинаете рисовать что-то, а нейросеть продолжает этот рисунок. Ну, это повеселее, давайте это с вами посмотрим. Соответственно, мы тут выбираем, что мы хотим рисовать. Так, ну что выберем? Вот, есть осьминог. Вот, давайте, я рисую осьминогу. Вот, я нарисовал. Все, следите за руками. Больше ничего не делаю. Вот, и нейросеть начинает дорисовывать, как этот рисунок сделать похожим на осьминога. Ну, и она в каждой итерации делает немножко разные рисунки. Это не ребенок, которого я подговорил участвовать в этой лекции. Все честно, можете сами проверить. Вот, и видите, каждый рисунок у нас получается разный, то есть у нейросети... А что вы смеетесь? Это осьминог. Вот, каждый раз нейросеть пытается, ну, вернее, пытается дорисовать, но получается каждый раз по-разному. То есть у нее есть эти скрытые представления, которые у нее есть о том, что является осьминогом. И она выбирает... Что вас так веселит здесь? Так, ну ладно, давайте не осьминог. Ну, давайте, выбирайте, что хотите здесь. Кошку, давайте кошку найдем. Мне просто кажется, что кошки уже настолько избитые. Так. Ну, с чего начнем рисовать кошку? Давайте с хвоста. Интересный ход мыслей. Ну, смотрите, улавливает, да? Это было ухо. Это был не хвост. С хвоста не получается, видите? Ну, можно учиться рисовать, смотреть, как какую-то абракадабру можно превратить в нормальный рисунок, да? Можем сделать что-нибудь, не знаю, вот такое вот. Не, ну это уже похоже на... Ну ладно. Вот, в общем, довольно веселая вещь. Можете поиграться. Можно нагенерировать довольно много классных детских рисунков. Ну, и мы уже частично говорили о том, что вот нейросети бывают разных архитектур для разных задач и так далее, но это не мешает нам их объединять и использовать как-то вместе. То есть сначала делать какую-то одну предобработку, потом использовать другую нейросеть и так далее. И вот мы с вами проходили сверточные нейронные сети, которые работают с картинками в основном. И можем объединить вот эти два подхода. Что если мы будем использовать и картинки, и текст? Ну вот у нас есть какие-то картинки. Ну, вернее, одна картинка, да? Но на ней просто три картинки. Мы используем нашу сверточную сеть, как мы уже разобрались, как это работает. Получаем вот этот последний слой. И дальше этот последний слой, вот эта последовательность, по сути, передаем в нашу рекуррентную нейронную сеть. И на выходе можем получить, соответственно, какой-то текст. Такая задача называется Image Captioning, когда мы описываем текстом какую-либо картинку. То есть мы можем взять картинку и получить текстом, что на ней изображено. Ну, здесь, в принципе, влияние пандемии на здоровье населения. Потому что наша лягушка начинает полнеть, чем больше сидит дома. Вот. Здесь есть демонстрация для этого. Вы можете загрузить здесь и свою какую-то картинку и посмотреть, что будет за предсказание. Давайте тоже с вами посмотрим. Ну, вот у нас есть картинка. И, соответственно, что на ней изображено. Типа мужчина и женщина стоят перед фруктовым стендом. Так. Давайте посмотрим здесь. Ну, а вот здесь заметно, что нейросеть она ошибается. Да? Потому что здесь изображен мужчина, хотя, может, она знает немножко больше. Вот. А она пишет, что изображена женщина, которая стоит перед слоном. Ну, здесь есть загруженные примеры. Можно, соответственно, попробовать. А можно загрузить и здесь свою какую-то картинку. Тоже, если интересно, можете поиграться с этим. Мы с вами говорили про веса, и здесь есть некие проблемы с рекуррентными сетями. Они вообще есть и в других нейросетях, но здесь они проявляются более ярко. Все связано с тем, что у нас довольно много вот этих вот нейронов получается, которые выстроены в ряд, и к которым каждый применяется функция активации. И такое явление называется как затухание градиента. Мы не будем глубоко углубляться, что это такое. Мы будем воспринимать это немножко в другом контексте. Ну, примерно, это когда у нас начинает наши веса все меньше и меньше обновляться и стремятся к нулю. Наша сеть перестает учиться, то есть у нас вычисление происходит, что-то происходит, но ошибка наша никак не меняется. Можем представить это себе в виде того, что наше скрытое представление, которое есть вот это H, мы в него, грубо говоря, всегда складываем и всегда добавляем информацию. И если у нас для первого слова, вот оно было желтое, да, у нас вся память содержится только о первом слове. Для второго слова у нас уже, соответственно, два слова вмещаются в эту память, потом три и так далее, и так далее. То есть если последовательность у нас большая, у нас в этой памяти хранится все меньше о том, что было раньше, и все больше о том, что было недавно. Ну, интуитивно понятно, как и мы люди, да, то есть мы помним, скорее всего, что было вот сегодня, а что было неделю назад уже там не очень. Можно ли что-то сделать? Ну, естественно, конечно, да. Вот, есть пару подходов, которые позволяют с этим бороться. Первый из них это вот, так называем, мы давайте вернемся назад в будущее, да. Ну, если у нас, соответственно, затухает вот это наше состояние h и хранится только о последнем слове, давайте сделаем один проход в одну сторону, а потом наоборот с конца пойдем к началу. И у нас будет, по сути, такие две сети, которые дадут два состояния. И в одном мы хорошо помним, что было в начале, в другом хорошо помним, что было в конце. И можем их как-то использовать для того, чтобы получать такое более хорошее предсказание. Такие сети называются bidirectional, то есть двунаправленные. Ну, и по аналогии следующая проблема, как у нас есть затухание градиента, может быть и обратная ситуация, когда у нас слишком сильно начнут расти веса, и это называется взрыв градиента. Наша сеть тоже перестает учиться. Следующая идея рекуррентной нейронной сети заключается в том, что мы с вами говорили, что мы придумали какую-то память по сути вот этим состоянием H и выяснили, что память это краткосрочная. Давайте добавим какую-то долгосрочную память. Тут, конечно, возникает много вопросов, как это сделать. То есть, как нам сделать так, чтобы вот это наше состояние C отличалось от нашего вот этого состояния H. Здесь придумали такой механизм забвения, можно сказать, который позволяет нам делать так. В H мы записываем всегда и все, что видим, а когда мы обновляем C, мы каждый раз решаем, что из C удалить, а что туда записать. И то есть, вот так у нас, когда идут каждые шаги последовательности, H мы всегда записываем, у нас это состояние представляет собой краткосрочную память. А C мы каждый раз решаем, что туда записать, что оттуда удалить и постоянно фиксируем туда какой-то вот, грубо говоря, самый главный контекст, самые главные события, которые нужны для решения задач. Ну, соответственно, вот этот механизм забвения, он работает только для нашего состояния C, которое постоянно. и состояние H у нас обновляется так же, как и было. Есть и дальнейшая идея развития, упрощения вот этой ячейки LSTM, которая называется вот Long Short Temp Memory. Но мы уже о них не будем говорить. По сути, там следующая идея о том, что, а зачем нам краткосрочная и долгосрочная память? Пускай у нас будет одна память, пускай у нас будет вот этот вот C, только мы будем более тщательно выбирать, что будем записывать, а что удалять. И будем всегда хранить только одно что-то. В принципе, здесь у нас тоже все. Есть ли какие-то вопросы, может быть? Зачем появляется долгосрочная память? Я повторяю, чтобы на записи, потому что я посмотрел видео, и там вопросы не слышно, и я сам с собой разговариваю в селекции. У нас, когда мы делаем математические преобразования, вот эти, формируем вот этот вектор h, получается так, что у нас то, что происходит сейчас, всегда более актуально, чем происходило раньше. И постепенно, когда мы вот это состояние обновляем, оно у нас все сжимается, сжимается, сжимается. А половина, грубо говоря, из этого всегда составляет новое. Вот, у нас есть краткосрочная память, и мы хотим еще долгосрочную память. То есть у нас ну, грубо говоря, такой простой пример, вот там, Петя пошел в магазин, он встретил Васю, он был ему рад. Вот, кто был ему рад, там, Петя или Вася, непонятно. Ну, и вот для этого мы хотим вот эту долгосрочную память, чтобы как бы такие вещи можно было бы разделять. На самом деле для текста непосредственно такие подходы используются уже сильно реже. Вы можете только встретить их в каких-то научных статьях, допустим, по вашей тематике. Если будете просто читать что-то подобное, можете встретить, что там такие подходы используются. Сейчас они используются все меньше и меньше, потому что появились более современные архитектуры. Как раз вот две следующие лекции у нас и посвящены вот этим современным архитектурам по работе с текстом. Ну, и не только, но начиналось все с текстом. Вот. Поэтому там уже это менее актуально. Но начиналось все с рекуррентных сетей, и эта идея вот этих новых сетей, которые вы тоже слышали, вот и чат GPT и так далее, трансформеры, вот это все, оно появилось из рекуррентных нейронных сетей. Так, ну, если больше есть еще вопросы? Окей, если их нет, давайте двигаться дальше. У нас, в принципе, остались только научные примеры, и мы закончим. Сегодня у нас мега быстро все получилось. Ну, здесь пример нейролинк, может, слышали про чип, который сигналы мозга. Тестировали его на свинке, то есть у нее есть какие-то импульсы, и мы можем там условно считывать импульсы с ее мозга и соотносить их с ее движениями, и понимать, какие импульсы отвечают за какое движение. И предсказывать, соответственно, это движение по импульсам в голове. Здесь похожая идея, только она связана с тем, что мы предсказываем, тоже классифицируем. То есть человек там смотрит на картинку, ему нужно понять, какой класс, и мы можем этот класс предсказывать по... Вам ничего не видно. По ЭКГ. Таким волнам, которые мы снимаем, соответственно, показания с головы. у нас есть эти волны, и мы по этим волнам хотим предсказать, какой класс, на какую картинку смотрит человек. В общем, такие работы есть. Я не знаю, как сейчас, но раньше там была невысокая точность, но в этой теме это считается уже большим прогрессом. В принципе, здесь похожая ситуация, тоже задача у нас как классификация, только мы определяем эмоции по этим сигналам. Можем определять, соответственно, и поэта по поэзии, то есть, как видите, у нас ничего не меняется, есть какая-то последовательность, есть какая-то классификация в конце. Какой подход это, кстати, у нас? У нас был one to many, many to many. Ну, это many to one. Потому что мы определяем как бы класс поэта, да? Поэты — это наши классы, которые у нас есть. Вот как у нас было ImageNet, там собака, самолет, корабль. Вот так же у нас есть и поэты. И у нас есть какая-то последовательность, то есть many to one, то есть одно в одно число. Ну и здесь логика, которая пронизана, в принципе, этот курс, что мы можем менять задачу, менять область, а подход остается таким же. То есть у нас как здесь последовательность на входе, какое-то число на выходе, какое-то одно значение, так и в других тематиках тоже. Можно анализировать и текст в соцсетях на то, чтобы мониторить, где есть призывы к протестам. Здесь у нас определение идентификатора молекулы, по структуре. Можно разделять сигналы, связанные с землетрясениями. Это красивая визуализация, но я боюсь ее запускать, потому что все может сломаться. Землетрясения за 2017-2018 год по всему миру, они в такой красивой 3D визуализации. Можно разделять сигналы землетрясения, то есть тоже работать с временными рядами, последовательностями. ну и много других различных задач, которые связаны с последовательностью. Так, ну все, мы закончили. Сейчас у нас будет тест и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.